Набираем полторы тысячи лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, и мы продолжаем карьеру за Джеймса Дэвиса FIFA 22. Огромное спасибо, ребята, вам за поддержку прошлой серии, за ваши лайки и комментарии, продолжайте в том же духе. Ну а я буду продолжать радовать вас новыми выпусками. Мы, ребята, продолжаем борьбу в чемпионате. Сегодня нас с вами ждет Эль Классика против Мадридского Реала. Мы пока опережаем их на три очка и в прошлой серии мы бились с ними в суперкубке и смогли выиграть в непростой встрече. Мы также прошли Атлетика и в этих матчах, можно сказать, блистал Джеймс Дэвис. Он снова протащил команду, он принес ей трофей и сегодня мы будем продолжать эту нелегкую борьбу. Также я замечаю частенько в комментариях, спрашивают, как у меня раскинуты навыки, какой рост у Джеймса Дэвиса. Рост, ребята, у него 176, вес 70 килограмм. Вот так вот раскинуты навыки. Давайте я вам покажу вот эту страничку, в принципе, с архетипами и талантами и сами характеристики, как у меня разбросаны. Итак, смотрите. Запоминайте, зарисовывайте, делайте скрины. В общем, вот все именно так. У нас разбросано, рейтинг 89. Навыков вратаря у нас никаких нет. Ну и давайте тогда отправляться на нашу первую игру. Вы, ребята, усаживайтесь поудобнее. Наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки. Не забывайте подписываться на канал, ребята. Прожимайте лайк. Вам этого ничего не стоит, а мне очень приятно. Это действительно мотивирует снимать как можно чаще. Ну и также залетайте в телегу. Там вся информация о выходе новых серий. Анонсы стримов, много полезной инфы. И также ссылочка есть на канал Троуа в закрепленном комментарии. Там у нас бывают тоже стримчики. Ну и сейчас у нас первая игра против Кадиса. Вот так вот выглядят стартовые составы. И, ребята, поехали. Вчера на канале вышла новая серия карьеры за шальки. Кто любит карьеру, ребята, за футбольный клуб, где команда продвигается по дивизионам, пытается достичь высот. Это, ребята, карьера, я думаю, должна вам понравиться. Мы купили весьма интересного футболиста в центр поля за небольшие деньги. Он смог уже показать себя в дебютной игре. Надеюсь, сейчас Джеймс Дэвис покажет себя в этом матче против Кадиса. Нам показали, что у него уже 50 голов по... всем турнирам, как я понимаю, у нас 35 забито в чемпионате. Около, по-моему, 8 голов в Лиге Чемпионов. Ну и, конечно, остаток, видимо, как раз-таки в Кубке. Но у нас, ребята, главная цель – это забить больше 51 мяча в чемпионате. Так что мы будем к этому стремиться. Осталось, ну, не сказать, чтобы много матчей в чемпионате, но, ребята, мы забиваем не в каждой игре, поэтому нужно стараться забивать побольше, когда это у нас получается. Ну а пока Хозяева идут в атаку, шестая минута через левый фланг. Сейчас что-то пытаются придумать. Неплохая передача. А вот прострелить здесь не дали, и мяч легко достается Терштегену. Удар Бернарду Силвы, и здесь с трудом, но галкипер отражает. Этот момент Бернарду Силвы сегодня с капитанской повязкой. Кстати говоря, только сейчас ты заметил. Джеймс Дэвис. Можно отсюда крузануть в дальний, а Дэвис попытался пробить в ближний еще один ударок и еще один угловой. Потихоньку начинаем поддавливать. Подача Дэвис. Пробить головой не получилось. Дальний выстрел Джеймса Дэвиса, но спокоен вратарь. Как-то вот в Барселоне у нас, ребята, с такими ударами дело обстоит не очень здорово. Ворота соперника. Попробуем еще разочек пробить. А вот здесь уже каркас ворот спасает. Джеймс Дэвис. Передача Бернарду Силва. Забросик на Дембеле. Дэвис. И потащил галкипер. Еще одна атака. Снова заняла. Снова Дэвис. Его уронили, но здесь никакого пенальти. Кадис играет исключительно на контратаках. Они все чаще через левый фланг проводят свои атаки. Но пока с ними справляются наши защитники. Здесь снова хороший перехват. Заньола. Дэвис. Переводим на Дембеле. Передача в центр. Ну же. Заньола. А Дэвис решил пробить сам. Джеймс Дэвис. На одном движении. Сейчас проходит соперника. Рядом есть Заньола. Передача на него. Ну же. Как разыграли. И здесь бьет Фати в ближний. Еще один момент. Штанга. Что происходит, ребята? Здесь нужно было забивать. Но наши парни куражились уже в штрафной соперника. И, к сожалению, забить в итоге мы не смогли. А у нас конец первых 45 минут. У нас начинаются вторые 45 минут. А тем временем Мадридский Реал уступает у себя дома Хетафи 0-1. Что немножко удивительно, на мой взгляд. Но это футбол. Всякое бывает. Может быть, сил у них тоже сейчас не очень много. Но и мы, создавая достаточно моментов в первом тайме, к сожалению, забить пока не смогли. К Адису. Пас на Дэвиса. Удар поворотом. И вот здесь нужно было, скорее всего, пробивать на силу. Галкипер без проблем. Забрал мяч в руки. Передача в центр. Удар поворотом. И это было действительно опасно. Терштегин не дотянулся, но и удар не пошел в створ. Забегал Бернарду Силова. Со второй попытки мяч до него доходит. Ну же, Силова. Ну, снова затянул. Дэвис. Я не понимаю, почему партнеры в каких-то стопроцентных эпизодах передерживают мяч. Начинают зачем-то разворачиваться. Играть через третьего футболиста. Нужно быстрее, быстрее действовать. Иначе мы, ребята, не выиграем. Пошла подача. Удар поворотом. Добивание было. И спасают наши защитники. Вот сейчас Дэвис. И, наконец-таки, мяч оказывается в сетке, ребята. Джеймс Дэвис за 15 минут до конца забивает свой очередной мяч. И вот здесь я уже не просил передачу. Надеялся, что Дзаньола ее сделает сам. И он, выждав небольшую паузу, все-таки ее сделал. Отлично, отлично, ребята. Мы, наконец-таки, вышли вперед. 36-й гол в 21-м матче у Джеймса Дэвиса. Ну и мы, ребята, повели. И вот уже наша передача на Дзаньолу. И он неплохо пробивал с левой в дальний. Но голкипер в этом эпизоде спасает. Джеймс Дэвис. И не попадает Дэвис. Я хотел аккуратненько перекинуть голкипера. Жаль, конечно, не получилось. Красиво мы прошли защитника. Голкипер вышел. Я ожидал, что мы перекинем его слегка. Но мяч, к сожалению, пошел выше ворот. Если бы этот гол получился, я думаю, ребята, это было бы действительно красиво. Но атака у нас остается пару минут. Кадис идет, возможно, в одну из своих последних атак. 89-я минута. Снова хороший перехват. Джеймс Дэвис. Дзаньола. Разгоняем свою последнюю атаку. Дэвис. Дзаньола надо забить. Я не знаю, почему на сегодня партнеры в нашей команде прощают соперника. И раз за разом просто какие-то легкие удары производят, не пытаясь вложиться как следует. Джеймс Дэвис. Еще один удар заблокировали. И еще одно спасение от голкипера Кадиса. Уже на последних минутах переиграли мы добавленное время. Ну и я думаю, сейчас будет уже конец. А здесь еще и пенальти. Мяч в руку попадает. Ну уж, мне кажется, главный арбитр слишком сильно затянул эту встречу. Но это шанс, ребята, для Джеймса Дэвиса забить еще и в концовке. Он берет разбег, бьет по воротам, мяч по центру летит. И голкипер с этим ударом справляется. Да, вот так бывает. Подарил нам главный арбитр еще и пенальти. Джеймс Дэвис, к сожалению, не реализовал. Но, тем не менее, мы выиграли с минимальным счетом 1-0. Мадридский Реал в итоге проиграл 2-1 на своем поле. И мы отрываемся уже на 6 очков. Сейчас у нас игра против Валенсии. Они идут на 9-м месте. Ну и давайте, ребята, начинать. Кстати говоря, как раз показывают Хитафи. Именно они обыграли Мадридский Реал на выезде. Вот так вот выглядят стартовые составы. И, ребята, поехали. Я думаю, будет очень интересно поиграть сегодня в 3-м матче против Мадридского Реала в Эль-Классика. И посмотреть, как они будут действовать против нас. Все-таки, как мы видим после поражения в Суперкубке, они проиграли в чемпионате. И, возможно, сейчас в команде пошел небольшой спад. Ну а, возможно, просто что-то не получилось. И соперник смог реализовать свои моменты. У нас тоже такое бывало, когда мы били очень много по воротам соперника. А в итоге они нам забивали там буквально с единственных контратак. Так, были матчи, где у нас получалось отыграться. Были матчи, где, ребята, мы в итоге все-таки уступали. Джеймс Дэвис, Фати. Хорошая атака уже на первых минутах. И Фати зарабатывает угловой. Заньола, Джеймс Дэвис. Вижу я забегание. Дембеле, шикарная передача. Дембеле. Его ударили немножко по ногам. Но мы продолжаем свою атаку. Дзаньола, Фати. Удар Джеймса Дэвиса. Галкипер с трудом, но справился с этим мячом. А вот сейчас моментик. И еще один угловой. Дэвис. Отсюда можно крутануть в дальний. Добей. Дзаньола не попадает. Там подставил ногу защитник. Еще один угловой. Джеймс Дэвис. Дальний удар Бернарду Силве. И снова галкипер Валенсии хорош. 28-я минута. Диас. Прострел. Опасно. И какой галешник залетает. Вот о чем я, ребята, вам говорил в начале матча еще про мадридский реал. Ты можешь атаковать полчаса. В итоге соперник проведет буквально вторую атаку в матче. И забьет шикарный гол. Диас изумительно шведкой подкрутил. На 11-метровую отметку. А там Руис в одно касание. Расстрелял ворота Терштегена. Никаких шансов у нашего вратаря. И, ребята, 1-0. Еще одна атака Валенсии. На сей раз через левый фланг. 33-я минута. Но вот, ребят, если ты не реализовываешь свои моменты, то соперник будет тебя наказывать. И это 2-0. Это 2-0. 35-я минута. Валенсия увеличивает свое превосходство. И это Бланка. Забивает гол. Не делает счет 2-0 уже к 35-й минуте этого матча. И как все просто. Как все просто. Он оказался совершенно один. И мы уже уступаем в два мяча. А в итоге еще один провал. Выходит Эрштеген. 3-0 к первому тайму, ребята. Вот это да. Три атаки Валенсии. И три забитых гола в первые 45 минут. Я не знаю, получится ли у нас отыграться хотя бы на ничью. Но такое чувство, что в начале этого матча я просто накаркал такой сюжет событий. И в итоге мы летим 3-0 на выезде. Вот именно так и мог проиграть Мадридский Реал в своем матче. У Валенсии замена. Мы, ребята, пока играем теми же одиннадцатью футболистами, которые вышли в старте. Перевод на правый фланг. Там снова Диас. Подача в штрафную. Наши защитники выиграли Верхтер. Эрштеген забирает мяч намертво. 58-я минута, ребята. И надо идти вперед. Дэвис. Фати, Дэвис. Давайте, давайте, ребята. Побежали вперед. Сбивают Джеймса Дэвиса. Это будет желтая карточка. Но это сейчас не так важно. Бернарду Силва. Скидка в центр. Удар. Ну же, Бернарду Силва. Один гол есть, ребята. Один гол есть. Мы сделали хотя бы голевую передачу. 73-я минута. Выждали паузу. Подождали, пока партнер забежит. И Бернарду Силва здесь не подвел. Диас забивает четвертый, ребята. Четвертая атака Валенсии. Четвертый гол. 100% результативность. Ну и, к сожалению, здесь мы уже вряд ли выиграем. Даже если сейчас забьем второй, может быть, третий, нам все равно времени вряд ли хватит. Ну и провалилась, провалилась в этом матче наша оборона. Джеймс Дэвис разворачивается. Удар по воротам. И даже здесь галкипер Валенсии потащил. 91-я минута. У нас последняя замена. И, я думаю, последний угловой. Джеймс Дэвис. Передача в центр. Лужи надо забить. Не получилось. И все, ребята. Мы уступаем довольно крупно Валенсии на выезде. И сейчас нас ждет непростая игра против мадридского Реала. А у нас сейчас, ребята, так получилось, что 1-16 кубка Испании против Рая Валикана. Я думаю, этот матч мы просимулируем. Потому что все-таки не самый серьезный соперник. Надеюсь, что наша команда выиграет. Да, победа 3-0. Здесь забивает дубль Дембеле и Алекс. Вот так бывает. Ты симулируешь 1-16 ради L-классика в чемпионате. А у тебя L-классика, ребята, в 1-8 кубка. Давайте отправляться на игру. Это домашняя встреча против Реала. И так получается, что у нас 2 L-классика подряд. Буквально на одной неделе. Вы видите стартовые составы. Есть усталость и в той, и в другой команде. Но надеюсь, что у нас получится выиграть и пройти дальше. Поехали. У нас получился не самый удачный матч против Валенсии в чемпионате. У них было действительно всего лишь 4 удара. И все 4 удара залетели в створ наших ворот, ребята. И закончились крупной победой. Посмотрим, как сейчас чувствует себя Мадридский Реал. Матч в Суперкубке был все-таки очень непростым для нашей команды. Реал большую часть времени владел мячом. Больше создавал момента. И исход встречи все-таки решил Джеймс Дэвис. Но будем смотреть, что будет сейчас. Ну а вот и первый атака Реала. Венисиус простреливает. Опаснейший момент. На добивании здесь никого. Скидка. Удар. И нас просто простили, ребята. Вот так вот Мадридский Реал начинает эту встречу. Передача на Федерико Кьезу. Сейчас он на правом фланге. Делает хороший паст-центр. Здесь снова отбиваются футболисты нашей команды. Джеймс Дэвис. Можно сыграть дальше по флангу. Это Ансу Фати. И мы должны помогать ему сейчас в атаке. Дэвис. Дзаньола. Ну же, Бернарду Силва. Добить Дембеле. Вот уже и наш момент у ворот гостей. Вот уже и наша попытка. Джеймс Дэвис. Дэвис. И вытаскивает Тибу Куртуа. Ребята, я не знаю, что случилось с дальними ударами Дэвиса. У нас 29-я минута. Мадридский Реал снова идет вперед. Попытка дальнего удара. Мяч попадает в руку. Но атака не завершена. Здесь очень хладнокровные действия нашего защитника все-таки помогли. Дембеле. Джеймс Дэвис. Заньола. Снова Дембеле. На коротке катаем. Заньола. Пас на Дэвиса. Дэвис бьет и забивает. Ребята, 35-я минута. Джеймс Дэвис. Как аккуратно он катнул, ребята, в ворота Тибу Куртуа. Вот это был момент. Долго разыгрывали на подступах штрафной. Но в итоге Заньола нашел нас передачи. А мы катнули между ног Терштегену. О, Терштегену. Тибу Куртуа, конечно же. Джеймс Дэвис, ребята, снова забивает. Это 36-я минута. Это 1-0. Мадридский Реал хороши. И нам почему-то показывают статистику Маунта. Один гол в двух матчах. Не знаю, где у них Маунт забил и когда. Заньола. Ну вот снова что-то намудрили наши футболисты. Нужно было сыграть попроще, поаккуратней. А в итоге конец первого тайма. И Реал пытается отыграться. На левом фланге. Передача в центр. Венисиус. Пас направо. Опасно. Удар. Терштеген спасает. Во втором тайме у Реала сразу же замена. У них меняется нападающий. И, ребята, пока 1-0. Удача нам улыбнулась. У них Рамос появился в нападении. Это не Серхио Рамос, ребята. Не стоит думать, что он вернулся в Реал в роли нападающего. Но я скажу так, что Реал снова хороши. Очень плотно атакуют. Здорово. Разыгрывают комбинации. И мы снова на везении забиваем. Но без везения никуда. Нам вот с Валентией не повезло в чемпионате. Пропустили довольно много. 32 метра до ворот. 52-я минута. Маунт у мяча. Он берет разбег. Бьет. И Терштеген спокойно забирает мяч в руки. Еще один удар. И снова Терштеген. Второй тайм начинается очень непросто для нашей команды. Еще одна замена. Венисиус поле покидает. 55-я минута. Гонсалес появился вместо него. Здорово. Ну а вот теперь Дэвису нужно бежать, ребята. Это как раз то, чем он славится. Хорошие вот такие вот проходы Джеймса Дэвиса. И я пытался. Я пытался сделать передачу на Бернарду Силву. Но, к сожалению, немножко не успел. Я видел его, как он открылся. И пытался вот в самый подходящий момент сделать пас. Но, к сожалению, не прошло. И тут же мадридский Реал пытается пойти в контратаку. Передача налево. И мяч уходит за пределы поля. Дэвис. Передача в центр. Ну же, забить. В ближний бьет Дэвис. Здесь спасает Куртуа. Снова все чаще. Дэвиса вот такими вот длинными передачами находят. 74-я минута. Джеймс Дэвис. Протаскивает сейчас мяч сам. Дэвис. Удар в дальний. И снова Куртуа спасает. Ребята, я не знаю, как забить этой команде. Вот один раз у нас получилось проткнуть между ног Куртуа. Но здесь он, посмотрите, как классно выпрыгивает. Свеженькие футболисты Реала в атаке сейчас могут что-то придумать. Прошла передача пяткой. Еще одна прострел. И мы смогли отбиться. Хорошая стеночка. Джеймс Дэвис. Снова на рывке. Дэвис, надо подавать. Подача есть. Но вот мяч до партнеров не дошел. Нас перестроили на левого форварда, кстати. Ну что, пара минут остается. Пара минут. Джеймс Дэвис устоял на ногах. Пас на Ансу. Фати, Фати. Пытался догнать мяч. Джеймс Дэвис здесь тоже хотел прервать. Одну минуту. Две минуты докомпенсировал. Главный арбитр. Они, ребята, истекли. И это снова минимальная победа над Мадридским Реалом. Снова Джеймс Дэвис протаскивает команду в четверть финал. А в следующей серии нас ждет уже игра Эль Классика в чемпионате, ребята. Там тоже идет борьба. Я надеюсь на вашу поддержку в виде лайков и комментариев. Поддержите видосик. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok